Как вы познакомились, расскажите об Олеге Николаевиче что-нибудь. Наш редактор ездил, искал, национальные программы тогда нужно было создавать, искал по институтам, и вот он выбрал Олега Мустаева и Раниса Сафина. Ну, вот и мне это доверили, значит, не зная языка, то есть вели на их языке, на Чувашском. Ездил с ними в командировки, вот допустим, как сыновья они были, учил их русскому языку, какие-то выражения, которые они, может быть, не знали. Одна из первых поездок была в Чувашскую деревню, там американцы должны были приехать, делали автобусы. Ну, вот приехали, значит, американцы там выходят. И так все им понравилось, медовуха их напоили, что они поменялись. Сарафаны одели, все свои, значит, поменялись. И он очень все время критично так относился. Вот почему? Вот почему он вот в калошах? Ты должен быть чистый, ты должен быть высокообразованный. То есть он очень за народ, конечно, болел. Ну, вот, ну, 10 лет, наверное, я с ними работала. То есть потом уже язык начала принимать. И какие-то были моменты, когда, например, ручку кладет, значит, песню надо запускать. Ездили, снимали их коллективы тоже, клипы делали. Лариса Александровна... Да, я потом подхватила эту инициативу. Я хочу сказать о том, что вот редакция у нас была многонациональная. Чуваши, татары. Но мы как-то вот жестами, своим поведением понимали друг друга. И у нас был очень сплоченный коллектив. Хотя многонациональная редакция, но мы понимали друг друга вот прям буквально вот по взгляду, что нужно как бы заканчивать. Ромиш всегда, вот у нас татарская редакция, он как-то начинал голосом подавать, что уже пора как бы все, переходить к другому сюжету. Олег был всегда очень дисциплинирован. Он очень переживал за свою нацию. Он ее как-то старался поднести так, что она... Гордился он всегда, что он Чуваш именно. Очень такой патриотичный был товарищ. И вечная ему память. Очень ответственный человек. Очень ответственный. Продолжение следует...